Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Коленные протезы самого последнего поколения начали устанавливать в третьей городской больнице. Уже прооперировали первых пациентов. Суть самой операции практически не изменилась, зато отличается эффект после нее. Новые имплантаты входят в пятерку лучших в современной медицине. В чем же их особенность, местным врачам приехал рассказать доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов Денис Римашевский. С московским специалистом пообщалась и наша съемочная группа. Это вторая операция хирургов третьей горбольницы по установке новых коленных протезов. Нездоровый сустав убирают, а на его место имплантируют металлический. Он приживется еще на операционном столе. Поэтому полную нагрузку на ногу пациентке можно будет дать уже вечером. Лучше адаптируется к поверхностям бедра и голени. Ну и конечно, с хирургической точки зрения установка его стала менее травматичной. Ну и плюс материалы, из которых он изготовлен, практически неизнашиваемый полиэтилен. И вот этот полиэтилен, собственно говоря, и претерпел изменения. Это не тот полиэтилен, который вы увидите в быту. А этот полиэтилен, который имеет большое количество поперечных связей. Достаточно сложная технология его производства. И он превращается, по сути, по своим свойствам в керамику. Еще лет 15 назад о таком можно было только мечтать, говорит Денис Римашевский. Эндопротезированием он занимается 10 лет. В Россию коленные имплантаты «Триатлон» пришли два года назад. Своим опытом работы с ними московский специалист приехал поделиться с врачами Третьей горбольницы. Эндопротезирование для пациентов здесь бесплатное. К госбюджету одна операция обходится почти в миллион тенге. Если будет увеличение финансирования, то, конечно, большее количество жителей нашей области может получить вот такую возможность по замене тазобедренного и коленного сустава. С начала года более 30 эндопротезирований коленного сустава. И если пропорционально, то мы могли бы до 120 коленных суставов в этом году заменить. Но из-за недостаточного финансирования эта цифра едва достигает и 100. В данной операции нуждается порядка 500 североказахстанцев. Жан Сулута Стемирова, Адель Нуржанов, Новости МТРК.